Осада замка Гадарт, новый лутбокс, изменения в Бигваре и крайняя стадия сервера с вводом Антараса. С вами Винтер Лети и это новости для Arcane World Essence. Главная новость прошлой недели, я отметил свой 33 день рождения и подстригся. Каких-то крупных изменений на сервере не было, игроки все еще ждут совершенно любой ивент и пытаются заточить бенир на 21, попутно закрывая коллекции с куклами. Ну, пожелаем им удачи, от себя могу добавить, что за 7 недель серверу, ну, можно было бы уже все-таки добавить хотя бы сраный ивент с буквами, если честно, потому что халявы очень сильно не хватает. Надеюсь, что в эту пятницу мы с вами что-нибудь подобное увидим. Боссам добавили отображение ХП, как по мне это и лишнее, раньше была какая-то интрига и теперь все стало слишком прозрачно и предсказуемо. Теперь, если вы, например, поздно залетаете на Кору, видите, что у нее осталось меньше 50% ХП, вы просто прозворачиваетесь и улетаете, потому что, а наху она вам нужна, вы ее уже не зафармите. Немножко из мира игроков. Вова Антарас наконец-то заточил серверу на плюс 7 и халфаер на 3. Похоже, готов рвать жопой, с чем мы его поздравляем. Если позапрошлую неделю Маржинариум и Ревелэйшн выступали как отдельная боевая единица, да, то теперь они ворвались в Биг Вар по полной, а и объединились с Трибуналами и Фир Фэктори. И тем самым мы получили засос из четырех кланов. Это Трибунал, Ревелэйшн, Маржинариум и Фир Фэктори против Голден Глори, Ласт Райта и каких-то остатков от Блэк Зи. Причем, кстати, как я узнал, оказывается, это не оригинальные Блэк Зеты, это какой-то плагиат. Немножко обидно, да, потому что хотелось бы поиграть против настоящих оригинальных Блэк Зетов, это было бы очень круто, потому что, насколько я наслышан, это довольно-таки сильный все-таки сайт. Но имеем, что имеем, играем, с кем играем, поэтому пока не совсем понятно, кто именно будет ведущий сайт на сервере, да, так как силы вроде бы выровнялись. В большинстве случаев теперь Трибунал и ребята, Трибунал и Компания, будем называть их так, Трибунал и Компания забирают дневных боссов, да, которые у нас с девяти часов вечера респаются по Москве. А, в принципе, Ласт Райты и Голден Глори забирают, можно сказать, подчистую, полностью ночной пул. Ну и периодически приходят на дневной для того, чтобы подраться, устроить какой-то файт. За это им, конечно, спасибо, но хотелось бы, чтобы, я не знаю, там, файты были такие же, как и в прошлое воскресенье, ребята. Ну и ждем, когда скан уже закончит, наконец-таки, свою ПВЕ-игру и войдет уже в Бигвар, потому что, ну сколько можно, блядь, фармить уже? А ну-ка, давай, трясись жирком, в конце концов. В воскресенье прошла осада замка Гадарда. Поистине, первая интересная осада на Северере. Файты продолжались на протяжении всего часа, и в итоге замок достался клану Маржинариум, с чем мы его и поздравляем. Действительно могу сказать, что это была, наверное, одна из самых лучших осад на сервере, потому что файты действительно были интересными. Они, то они залетают, то мы залетаем. Блин, было безумно круто, было действительно фаново и было действительно весело. Спасибо вам большое за это, ребята, которые играют против нашего объединения. Большие молодцы. Единственное только то, что я, конечно, не понял, почему вы на Геран не зарегистрировались. Могли бы нас просто расплитать и вообще по факту забрать, блядь, два замка. Два. Два. Семнадцатого числа сервер перешел на новую стадию и принес нам новый лутбокс. Как говорят миру, с него шансово падения нужных итмов меньше, чем с предыдущих, поэтому все в основном открывают предыдущие для того, чтобы что-то достать из себе профитное и нужное. Сам лично не открывал, ничего вам сказать не могу. До сих пор открываю шестой лутбокс, потому что с него падают в основном, да, чертежи на книжке, а не на книжке, точнее, чертежи, блядь, слово такое еще, Сукси выбрал, чертежи, блядь, чертеж. Ехал грека через реку, ведь грека в реке рак, все, пиздец, ебальте меня, нахуй, какие-то гномики в рот, по ходу дела. В общем, открываю шестой сундук, в нем лежат чертежи, в общем, открываю шестой сундук, в нем лежат куски на крафт, ехал, блядь. В общем, я открываю шестой сундук, ребят, потому что с него более-менее нормально падают кусочки для того, чтобы сделать куколку, вот, до сих пор еще не закрыл коллекцию и довольно-таки неплохо падают кусочки бенира. Если вы открываете уже новые, обязательно пишите, насколько вы успешный человек в этом плане. Пиздец, блядь, самый худший выпуск, нахуй, будет. Сервер перешел в крайнюю стадию, нам добавили четвертую подвеску, 15-й ИСА и благие талисманы. Мне хватило 500 монет для того, чтобы сделать четвертую подвеску, жаль, не могу также похвастаться бениром, бенир у меня до сих пор 15-й и никак он, сука, не хочет точиться. Вот такой вот я везучий человек. Я, кстати, на самом деле настолько везучий, что я, блядь, со старта сервера еще ни разу в шансы не попал. Я ничего не вытаскивал вообще, ни книжку, блядь, ничего вообще просто. Все, что эпик я доставал, да, для своего персонажа, там, Баюма, кольцо, ничего не достал, блядь, я ни разу в шансы не попал. Если ты такой же везучий, как и я, блядь, иди сюда, иди. Дальше новость, от которой, если честно, у меня немножко горит жопа. Сейчас расскажу, почему. Администрация приняла решение увеличить количество получаемых монет с L-боксов до 24 тысяч, ранее было 16. На старте было 8, потом 16, а теперь вообще 24. Почему у меня горит жопа? Потому что накануне, перед этим обновлением, я что сделал? Правильно, я закупился боксами, ребята, я закупился боксами, и они выкатывают такое обновление. Если честно, у меня пердак горел просто, я не знаю, я думаю, я в стратосферу наху лечу, когда эту новость прочитал. Ну, как говорится, что сделано, то сделано, а сделанным уже, как говорится, не говорят. В этом воскресенье был первый Антарас на сервере, и это было крайне увлекательно. Я честно жду, когда выйдут пвп-ролики с этого мероприятия. Было безумно круто, никто не заформил, естественно, Антараса, потому что... Ну, давайте так, даже у нас в ТС-ке люди кричали, блядь, а как его формить вообще надо? А что это за яйца? Пиздим яйца! Очень, короче, было безумно весело, безумно круто, безумно фаново. В воскресенье, вообще, считаю, это один из лучших серверных дней был со старта сервера. Было классно, надеюсь, что это будет теперь на просто еженедельной основе. Будем фаниться, веселиться и кайфовать. Блин, прям здорово вообще, прям радуюсь я. Так, ну и финальная новость такая небольшая. Теперь по выходным нам падают монеты X2. Если честно, считаю, что X2 монеты нужно сделать вообще на ежедневной основе. Но хотя бы выходные теперь есть возможность позакрывать какие-то пробелы в своем бусте, поформив нормальное количество монет. Вообще, хотелось бы, наверное, все-таки на ежедневной основе это уже все-таки сделать. Но, как говорится, очень много сегодня у меня в ролике говорится. Ну, как говорится, так говорится. Это были все основные новости Arcade World Essence. Обязательно подписывайтесь на канал. Встретимся на стримах. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok